Режиссёр Морис Казнёв Блеск и нищета куртизанок По роману у Нуреда Бальзака В фильме также снимались Паскаль Удре, Малка Рябовска, Мартин Сарсе Автор сценария и режиссёр Морис Казнёв Эстер заперта в доме, затерянном в лесу Она живёт лишь редкими письмами, которые получает от Люсьена В то время как сам он развлекается с её заменой, которую предлагают как приманку для банкира Носингена Барон уже готов заплатить любую цену, лишь бы найти настоящую Эстер Буттерен сообщает Люсьену и Эстер, что их любви пришёл конец Её отправят на Сингену, чтобы обеспечить состояние Люсьену Страсть так захватила банкира, что Эррера и его сообщники Собираются и дальше вымогать у него деньги за право любить молодую куртизанку Посредством фальшивых векселей, которые Эстер подписала по указке Эррера, беглый каторжник шантажирует банкира В свою очередь Контансон, Пейрат и Курантен, начальник тайной полиции, начинают подозревать, что всей аферой руководит весьма незаурядный преступник Шестая серия Я не решаюсь вам сказать Пришли другие кредиторы Они забирают всё, бедный мадам, не повезло Говори же Говори Всё Столовое серебро Экипаж Шляпки Платье К тому же векселя, которые мадам подписала Сколько? Ты скажешь, наконец Сто пятьдесят тысяч франков Сто пятьдесят тысяч франков? Ну, Эстер Не броните её, сударь Мадам решила добровольно пойти в тюрьму В тюрьму? Нет Никогда Не бойтесь Посмотрите на меня У вас больше не будет долгов Я всё улажу и жени И через месяц вы покинете эту квартиру Въедете в маленький дворец Какая нежная рука Дайте вашу руку Вы даёте лишь руку Но не сердце Вы меня любите Я вам верю Я вас люблю Как родную дочь Я это чувствую Я хочу вас видеть только счастливой Если бы вы не хотели большего, чем быть моим отцом Я бы вас любила Я бы вас никогда не покинула Вы наделали глупости Как все красивые женщины Вот и всё Но не будем больше об этом Наше дело зарабатывать для вас деньги Будьте счастливы На несколько дней я хочу стать вашим отцом Потому что я понимаю, что вам ещё нужно привыкнуть К моему жалкому обличью Правда? Дайте я вас расцелую Вы сошли с ума, обезумели ли совсем спятили? Оставьте нас Вы знаете, куда вы посылаете Люсьена? Куда? Туда, где был я, золотце На каторгу Хватит же манничать Мне надоела ваша чувствительная натура Послушайте, Эстер Эстер, посмотрите на меня Через пару дней вернётся Люсьен Он приедет из Ангулема Где скупил мне миллион земли Окружающий замок Дерюбампре За которые мы уже внесли 300 тысяч франков Но остальное, Эстер Остальное Лусинген должен выложить всё И вот когда плод созрел Я готов его сорвать Вы хотите выйти из игры Мадам хочет убить себя Это правда, не так ли, Эстер? Мне нужно отвечать, я и так знаю Вы правда думаете, что эта акула Мусинген Даст что-либо даром? Отец, как же Отец? На минуточку Но я же не отец Всевышний, сказал он Азии Вот уже месяц, как полмиллиона перешли в ваш карман В карман Люсьена, Эстер Не забывайте это А Барон видел лишь ваши слёзы и улыбки монашки Но сестра моя Это не ваша работа Я научил вас хорошим манерам Я вытащил вас из монастыря, девочка моя Пришло время вспомнить своё прежнее занятие Как? Барон честный человек и богатый делец пишет вам Вот, держите копию его письма Азии очень хорошо переписывает Дорогая эстер, когда я сказал вам, что люблю вас как родную дочь Я обманывал вас и сам обманывался Вы знаете, что я думаю только о вашем счастье и о том, как вам его дать Во всех делах, которыми я занимаюсь с тех пор, как встретил вас Есть ваша доля Я открыл вам счёт в банке Нуссингена Вы это читали, Эстер? Через несколько дней вы вступите в дом, который станет вашим, если он вам понравится Посмотрим, примете ли вы меня как отца, и я, наконец, буду счастлив Я заранее согласен на любые условия, которые вы выдвинете, за то, чтобы дать мне счастье Вы слышите, Эстер? Любые условия Но хотя бы заверьте меня, что в тот день, когда вы примете ваш дом, вы примете и сердце вашего раба, преданного вам до конца своих дней На веки ваши, и так далее, и так далее Я не могу Я никогда не смогу Дорогой барон, вы заплатили, и я в долгу Нет ничего более священного, чем долг чести Но я хочу, чтобы вы ещё подумали Если вы настаиваете на выполнении договора, вам придётся меня оплакивать, ведь этот день или эта ночь будет последним моим днём Дорогуша, если в день, когда Люсьен выйдет из церкви святого Фомэ Квинского зятя, герцога де Гранлие Вы захотите броситься в сену, я сам отведу вас к месту поглубже Но после, Эстер Только после Вы нужны Люсьену, если вы любите его, как я его люблю Подумайте хорошенько Не лучше ли жить, говоря себе, он счастлив благодаря мне О чём я вас спросил Снова надеть юбки ската на шесть месяцев, шесть недель, чтобы подцепить миллион Люсьен никогда вас не забудет Он всю жизнь будет вам обязан Вы поняли? Итак, внесём ясность Барон в отчаянии готов на любые безумства, даже на ваш арест Азия обо всём позаботится А пока будьте веселы, обворожительны И легкомысленны Скат, Эстер, скат! Ла торпи! Вы поняли? Не будем больше об этом Поцелуй Прощайте Шилюха! Европа! Европа! Мадам! Ну что ты на меня уставилась? Никогда раньше не видела? Сходи наполни мне ванну Уже полдень Барон должно быть на бирже Скажи ему, что я жду его Я хочу, чтобы Азия приготовила шикарный обед Я сведу этого мужчину с ума Иди быстрей! Мы ещё посмеёмся Такая уж работа Проходите Что ж, мой дорогой Посмотрим на ваш маленький дворец Всё готово, мой ангел Всё новое Безупречное Пойдёмте, пойдёмте Ну как? Что как? Взгляните Это старинные фарфоровые вазы Куплены в Китае Они стоили по 10 тысяч франков Каждая Картины Подлинники Смотрите Это работы Леона Делорна А это мозаика Родом из Персии Очаровательно Как приятно здесь будет пить шампанское между Китаем и Персией Постойте Как вам? Есть ещё три больших сервиза Самый большой даже из позолоченного серебра Не дурно, не дурно Ну что ж, дальше Сюда Сюда Каково? Даже мадам Дену Синген не живёт лучше Ну так пригласите её к нам Вы недовольны Вам здесь не нравится, Эстер? Всё старое Честно говоря Я предпочитаю Более Современное Эстер Как-нибудь зимой Здесь Мы вдвоём У камина Вы мне что-нибудь сыграете? Кажется, вы в самом деле меня любите Вы мне дороже, чем Полно, не плачьте, болван вы этакий Здесь очень хорошо, мне нравится Нравится Вы довольны? А там что? Там ваша спальня Девушки отдыхают 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 Пойдёмте Я знаю, чего вы ждёте Я помню своё обещание Я готова его сдержать Вы требуете? Я ничего не требую, эстер Вы это знаете Но я больше Не могу так жить Я к вашим услугам Ходите Ходите, дорогой барон Здесь вы будете счастливы Вы станете моим папочкой Одна ночь со мной Стоит вечного рая Вот увидите Но есть одно условие Единственное, мой ангел Что? 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 Я хочу, чтобы эта ночь Стала для нас незабываемой Я хочу устроить большой праздник В честь нашего союза Великолепный праздник С друзьями Вином Весельем И безумствами Я хочу торжества А потом, мой милый Я закрою за нами двери Только вы и я И вас одного Я пущу На свое ложе Но не забудьте Под подушкой Должен лежать мой подарок Деньги, что вы мне обещали Все, моя красавица Мой ангел, моя королева Все, что захотите Но когда... Приготовления начинаются Я хочу с шейком отпраздновать новоселье Пойдемте скорее Я уже пять лет не была в увеселительных местах Отвезите меня сейчас же в Фоли и Парезьян Но это место не очень приличное Я и сама неприличная, дорогой И то, что мы будем делать, тоже неприлично Мне нужно увидеть своих друзей, которые тоже неприличны Мои перчатки Вы правда хотите здесь остаться? Не мешайте мне, пожалуйста, развлекаться Договорю вам, это она Не может быть Откуда она взялась? Я думала, она утопилась Скал, все так же красиво Может, это она так сохранилась во льду? Да, она же с Мусингеном Так это она причудо-банкира Повезло, ей достался крупный выигрыш Не очень-то любезно, с вашей стороны, дорогая Тулия Но вы же не такой крупный, как он Нежелательное преимущество Вы чего-нибудь желаете? Это ради нее, но Синген уничтожил Фалекса Это она получит мой дом на улице Сен-Жорж Добрый вечер, дорогой барон Мадемуазель Эстер Вы не помните вашего покорного слугу? Мадемуазель больше не зовут Эстер Ее имя мадам де Шампи Я купил ей небольшое имение Если вы не хотите вспомнить меня Может, вы соблаговолите узнать Мариэтту Тулию и мадам Дюваннобль Которые будут счастливы вновь обрести удачливую подругу Сударь! Он прав, дорогой Это мои знакомые Если дамы будут любезны со мной Я тоже буду с ними любезна Они будут рады вас поприветствовать Мне не по себе, Эстер Я не понимаю вашей игры И раз уж вы нашли свою компанию Я вас оставлю Останьтесь Надобно уметь умирать на борту корабля Мне нужен мужчина для выездов Она будет рада встретиться с вами Пожалуйста Ну что, идем? Права же нет Она слишком хороша Я внесу ей визит, чтобы посмотреть Каким был бы мой дом Я нахожу себя достаточно красивой Чтобы подойти к ней КОНЕЦ Здравствуй, дорогая Вот уж сюрприз, так сюрприз Вот развлекайтесь, я спешу До завтра Между нами, говоря, красота дивная Я понимаю, почему он так упорно Разыскивал свою незнакомку Она у него И это не мы ее нашли Ее доставили при посредничестве Некой мадам де Сент-Эстеф Старьевщицы, ростовщицы Теперь, как мне известно Эта самая особа состоит на службе У незнакомки Кухаркой Кто-то всем этим заправляет Главный вопрос тот же В чью пользу тянут деньги из барона? Послушай, Контансон Ты сказал, она переехала? Да, в особняк на улице Сент-Жорж Красота Разреши, консьержа С улицы Тедбу Да Судили здесь господин Назвавшийся консьержем С улицы Тедбу Он спрашивает Собирается ли господин Де Рюбампре Продавать квартиру И меблировку Мадам Ван Боксек Что это еще за история? Я вас не знаю, Собир Он его узнал Настоящий любовник малышки Это Рюбампре Значит, замена эстерна англичанку Его рук дело Это он нас одурачил Но какова здесь роль Этого испанского аббата Почему он покровительствует Люсьену? А это мое дело Опасно К тому же Не в моей компетенции Никакого риска Префект полиции Большая шишка И он очень не любит Теневых разведчиков Вроде меня Спросите его Не говоря Что это нужно мне Кто подал жалобу Из-за которой сделали внушение Моему коллеге Пейраду И мне ответили И сами выступили Никто иные Как графиня Досерези И Люсьен де Рюбампре Попались Картина проясняется У Рюбампре нет средств К существованию Ему не позволили жениться На бурмуазелье Гранлие И теперь он скупает земли На миллион Это он, любовник Астер Которую только что продали Нусингену Ясно? По воле случая Я тоже оказался в игре И я чуть не сбил Кегли Да Но что в этой игре Делает Аббат? Кажется Я начинаю понимать Приманка Это Эстер Отлично Она же послужит нам Контансон Ты сказал Что она Снова связалась Со своей старой Компанией Среди них Должна быть Хоть одна девушка В затруднительном положении Которую бросил Прежний покровитель Кто-то из нас Должен прикинуться Богатым иностранцем И ангажировать ее Мы окажемся В центре событий Ну что? Кто? Я готов Я должен вернуть Уплывшее преданное Моей дочери Этот способ Не назовешь Неприятным Ах ты старый развратник Мне всегда нравилась Изнанка вещей Ты говоришь по-английски Не так ли? Приотлично Назовем тебя Мистер Сэмюэль Джонсон Английский коммерсант Приехал В развеселый Париж Тратить свои денежки Заработанные На кубинском сахаре Что вы здесь делаете Милейший Не знаю Я принес провизию Теперь не знаю Куда ее положить Ах да Кухня и кладовая Вон там Отнесите туда Свои корзины И побыстрее давайте Хорошо Ну что Идите за мной Сюда Да Давайте Хорошо Заметь я счастлива Что именно тебе Так повезло Да 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 Я совсем на тебя Не сержусь Если бы ты знала Что я тут ни при чем Но дорогая Я в ужасном положении У меня ничего Совсем ничего нет Фалекс исчез Совершенно внезапно Был и нет его Представляешь Я даже не могу На него сердиться Он был так мил со мной Мы веселились Все равно Твой Нусин Несен И чем ты сейчас живешь Я отдыхаю У меня долгие Спокойные ночи Без всяких упражнений Поддерживаю фигуру Ем только когда Меня куда-то приглашают И это неплохо Мужчины Между нами говоря Это конечно хорошо Но не должно Длиться долго Иначе мы Ржавеем И Обесцениваемся Нужно кого-то найти Но кого? Ты не знаешь Кого-нибудь Среди Друзей Барона? Не знаешь? КОНЕЦ КОНЕЦ Не очень-то любезно Бросать меня здесь одного Мне вас очень жалко Но вряд ли вы надолго Останетесь один Нет Дорогая, вы поняли Что только что сказал Это джентльмен Есть вещи, которые я понимаю Без перевода Но сейчас признаюсь Постарайтесь узнать Кто эта прекрасная дама Дорогой, вы не рассердитесь Если я попрошу вас Занять мое место И отвезти Эстер домой Такая чудная погода Я хочу еще чуть-чуть прогуляться Поехали домой И даже герцог нам предан Теперь мы у цели Осторожно Ничего нельзя оставлять На воле случая Ты мастерски запутал Эту интригу Я тобой восхищаюсь Каждому свое У тебя есть то, чего нет у меня Но осторожно Партия еще не выиграна Ошибка, один промах И все рухнет Я уезжаю Уезжайте Недалеко Но для всех остальных Аббат Эрера уедет в Мадрид Дело за вами Ты вернешься в особняк Дегран-Лиэ И объявят о твоей помолвке Эстер отпразднует свое новоселье А Нусинген в качестве подарка Отдаст в ее владение особняк И назначит пожизненную ренту Которую Азия Быстренько перепродаст Отсюда деньги якобы от твоих родных Из Ангулема Чтобы заплатить остаток суммы За земли Рюбампре Вот так На последнем этапе Мне лучше быть подальше Чтобы между нами Не было никакой связи Лусьен Ты у цели Я хочу сказать Помолчи Здравствуйте, милая Узнайте Не угодно ли Мадам Де Шампи Принять Мадам Дю Вальнобль Сейчас узнаю Господи, какая красота А ведь это все могло Вот, мой дорогой Что называется Парижским шиком Мотайте себе на ус В Гаване В моем доме Растения гораздо красивее этих Они не растут в заперти Вы сравнивайте то, что нельзя сравнивать Есть цветы и цветы Так есть женщины и женщины Эти оранжерейные цветы Очень нежные В Париже и женщины, и цветы Очень нежные Им нужна постоянная забота Они просто дороже обходятся Моя дорогая Какой приятный сюрприз Вы слишком добры И так очаровательны, дорогая Позвольте вам представить Мистера Самуэля Джонсона Это мой друг Он станет и моим Очень вам признателен, сударыня Я очарован Месье Джонсон хочет узнать Что есть лучшего в Париже А лучшие, моя дорогая Это вы и ваш дом Добро пожаловать Проходите Вы слишком добры ко мне Нужно этим пользоваться Кажется, вы совершили небольшое путешествие Да, госпожа герцогиня Моя сестра, горя желанием Приблизить мою свадьбу Пошла я на большую жертву И я смог выкупить Земли Рюбампре Там есть замок? Там есть нечто похожее на замок Но, думаю, целесообразнее будет использовать его камни На строительство нового дома То, что ново, более подходит для молодых, не так ли? Я так счастлива Сегодня вечером вы сыграете в Рюбер с моим отцом А через неделю, надеюсь, он пригласит вас к обеду Говорят, любезный сударь Мы купили земли Рюбампре Хорошо, что можно исправить эту несправедливость по отношению к вашей семье Примите мои поздравления Но, господин герцог, дело еще не совсем улажено Нужно жениться на богатой девушке Но вряд ли вы найдете такую в наших краях Увы, девушки здесь получают скромное приданное Им достаточно благородного имени Мы хотим сыграть в Вист, а нас всего трое Не желаете присоединиться? С удовольствием Нет-нет, требники оставлю при себе Экипаж подадут в 4 часа утра Отлично Запахло жареным Мы с Пакаром узнали Контансона Знаешь, агента Лишара и Пирада Он много раз приходил на улицу Сен-Жорж Под видом посыльного срынка И это еще не все Пакар заметил его на Лисейских полях Он изображал слугу англичанина И этот англичанин несколько раз бывал у Эстер Они сели нам на хвост Я никуда не еду Нужно выяснить, кто этот англичанин Такое счастье иметь такую прекрасную дочь Такую же прекрасную, как моя игра Вы слепый и глухий отец Вот уж нет Сыграй еще, дорогая Я хочу, чтобы ты была счастлива Я счастлива Совершенно Ты совсем не знаешь жизни, людей У нас нет средств, но скоро Очень скоро, вот увидишь Я дам тебе все, что полагается принцессе Принцессе? Ты принцесса Моя принцесса Ты красива, добра, чиста И... Какой-то господин хочет с вами поговорить Это вы, господин Тайрат де Канкуэль? Он самый У меня для вас сообщение от префекта полиции Очень хорошо Минутку, дорогая И так Вы, конечно, догадались, кто я Служитель правопорядка? Именно Я рассчитывал застать вас в обличии Мистера Самуэля Джонсона Дорогой господин Тайрат Мне жаль, что такой человек, как вы Ведь вы сами из наших не так ли? Стал объектом слежки Но почему за мной следят? Ваша маскировка не по вкусу господину префекту Который задается вопросом Что за этим может скрываться? Господин префект может делать со мной что хочет Но я не обязан давать отчет никому, кроме начальства Вы хотите убедить меня, что действуете от имени главной королевской полиции? Сударь, я сам агент тайной полиции Берегитесь, пейрат Сейчас на вас разгневано, но не очень Но вам лучше сказать правду Всю правду Итак, все дело связано с бароном Дену Сингеном Это нам известно И то, что вы готовитесь накинуть на него какую-то петлю Но почему? Это правда, сударь Я имел глупость искать для барона одну женщину, в которую тот безумно влюбился И кажется, сам, того не ведая, затронул еще чьи-то интересы Вам сделали серьезное внушение Вот причина моей опалы Откровенно говоря, мне было не все ясно в этом деле И я решил во всем разобраться А эта маска увлечайна Позволяла вам проникнуть в секреты красивой женщины Мадам Дювальнобль очень привлекательна Но я готов отказаться от нее во имя высших интересов Очень рекомендую Те, кто прислал меня, не хотели бы бороться с агентом вашей квалификации Я всегда считал, что я на службе И это несправедливо Что вы не получили вознаграждение Это можно уладить Если, как вы говорите, вы измените ваши методы Перестаньте вести в дело Нусингена Иначе обожжете себе пальцы Я буду ждать приказов Сначала докажите вашу искренность За вами будут следить некоторое время Это в порядке вещей, ясно? Ясно Было приятно с вами встретиться Я очень о вас наслышан Господин Аббад Меня узнали Оставь меня здесь лучше, чтобы нас не видели вместе Я буду ждать тебя Не нужно ничего, не бойся Скоро ты сможешь получить сто тысяч франков На преданной Лидии Не давай мне напрасных нарежд Вдруг ничего не выйдет Ты их получишь очень скоро Положись на меня Я займусь этим так называемым Аббатом Это сам дьявол, но я его поймаю Если он не сам черт, он сдастся Я попался как Мария Луиза Опасен не пират Наш враг Другой человек Не будь таким мнительным Все идет как надо Говорю тебе даже быстрее, чем я сам рассчитывал Платильда пишет мне Что уже скоро я получу приглашение к обеду Да, возможно Но другие силы Не стоят на месте Пират под личиной англичанина наверняка что-то готовит Да Господин Де Сент-Эстеф желает переговорить с господином Аббатом Или господином Де Рюбампре Де Сент-Эстеф, да, господин Аббат Вы ему сказали, что я уехал, как было приказом Хорошо Господин Де Рюбампре его примет Ты понял намек? Сент-Эстеф Он знает Азию Осторожно Ни лишнего слова, ни жеста Враг, это он Будь поблизости, ты все услышишь Сударь, вы хотели меня видеть Я не имел чести быть вам представлен, но Но Дело не терпит отлагательства Речь о вашей женитьбе на мадемуазель Де Гранле Сударь, мне не нравится, когда о мадемуазель Де Гранле Говорит тот, кого я даже не знаю Я пришел вам сообщить, сударь Что свадьба не состоится Ваша судьба в руках одного человека Который имеет желание И возможность Доказать герцогу Де Гранле Что земли Де Рюбампре Выкуплены на деньги, которые дал вам один безумец За вашу любовницу Бодмоза Лестер Весьма хитрые методы Применяемые против Барона Де Нуссингена Выйдут на свет Все еще можно уладить Этот человек не связан с банкиром Нуссингеном И ничем не обязан обществу Дайте сто тысяч франков И вас оставят в покое Добавлю, что у меня нет интереса Я лишь посредник В этих переговорах Вот и все Сударь Я даже не желаю знать, кто вы Для меня люди, выполняющие подобные поручения Не имеют имени Я дал вам высказаться И мне показалось Что вы не лишены здравого смысла Вот моя дилемма Либо вы опираетесь на ложные факты И мне нечего беспокоиться Либо вы правы И я, отдав вам сегодня сто тысяч франков Буду вынужден давать эту сумму Всякий раз Как ваш хозяин захочет меня шантажировать Пора закончить Этот неприятный разговор Знаете, сударь, что я Лусьен Дюребампре Никого не боюсь То, что вы обо мне наговорили Ложь Если в доме де Гранлиэм Не откажут Что ж Есть и другие знатные девушки На которых можно жениться К тому же Я могу остаться холостяком Тем более Если, как вы говорите Я так успешно торгую Белыми рабынями Если бы я мог переговорить С господином Аббатом Эрера Господин Аббат Карлос Эрера В данный момент на пути в Испанию Он не причастен к моей женитьбе У нас нет общих интересов Этот государственный муж Долгое время помогал мне советами Но ему пора дать отчет Его величеству королю Испании Если вы все же хотите с ним поговорить Советую поехать в Мадрид Сударь Вы никогда не станете мужем Мадемуазель де Гранлиэ Тем хуже для нее Вы хорошо подумали Сударь У вас нет никакого права Не вмешиваться в мои дела Не мешать мне курить сигару Прощайте Мы больше не увидимся Но наступит минута в вашей жизни Когда вы отдали бы половину своего состояния Чтобы сейчас вернуть меня с лестницы И одного су будет много за ваше притязание Силы схлестнулись мы, мальчик Теперь заработал Ты знаешь, что нужно делать? Я сажусь в вашу гипаж и еду дальше в Испанию Ты оба Тарло Серера и ты едешь на прием к королю Испании Вот твои документы Не забудь, что от этого зависит твоя жизнь Иди И повторяй латынь, которой я тебя обучил Поехали в Париж Во всю прыть Наш вечер окончен Спокойной ночи Эстер Я сказала, спокойной ночи Полно Вы на меня сердитесь Чем я расстроил вас сегодня вечером Вы ничего не сделали, барон Но я знаю, что вы еще час будете невнятно объясняться мне в любви А я вас достаточно наслушалась на сегодня Вы слишком красивы Я не могу просто так уйти Вы слишком жестоки Не хнычьте И не трогайте мое платье Будьте благоразумны Вы же знаете, что наше соглашение запрещает вам входить в мой бодуар, когда я этого не хочу Вы прекрасны Вы чертовски прекрасны Замолчите Вот теперь у вас снова вид сейфа Доброй ночи, барон Идите домой Уже поздно И я меньше люблю вас, когда устаю Идите домой Как вы жестоки Жестоко? Это вы говорите мне о жестокости? Не смешите меня, умоляю Знаете, вы неблагодарная Неблагодарная? А что вы мне дали, кроме множества неприятностей? Вы мной гордитесь, я ношу вашу ливрею А на этих вечерах вы выставляете меня на показ Я думаю, вам это нравится В опере Я расплачивалась, понимаете? Вы заплатили мои долги, да Но вы наворовали много миллионов Проститутка и вор Что может быть лучше? Вы купили прекрасную клетку для своего любимого попугая И вы гуляете по Парижу Показываете свою птичку и говорите Разве у кого-то есть более прелестный попугай? Что ж, я подчиняюсь Я показываю свои перышки Распускаю хвост Я вам лечу Но не ждите от меня другого Лишь перья Вот и все Мне нужно ваше сердце, Эстер Хорошо Я скажу вам, как его заполучить Говорите Говорите, я все для вас сделаю Просите что угодно Это недорого Будьте молоды Будьте красивы Будьте как Люсиен де Рюбампре И вы получите даром все, что никогда не сможете купить за ваши миллионы Мне в самом деле лучше уйти Вы явно не в духе сегодня Спокойной ночи Ну, Синге Идите сюда Вы очень несчастны Вы разбиваете мне сердце И, наверное, будет лучше для вас и для меня Если, несмотря на мою привязанность Я понимаю, что вы никогда не согласитесь Тихо Молчите Вы хотите, чтобы я была добра к вам? Вы просто чиролеет Идемте 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 Это правда, Эстер Нет Не входите Позвольте мне выбрать время Для этой ночи Вы войдете И я буду вас ждать Ну, когда же? Вы нужны мне, Нусинге Я это знаю Мы устроим грандиозный праздник Хотите? Я позову друзей Всех своих друзей Я хочу музыки, веселья, света Чудесный праздник Мы отпразднуем вашу победу Праздник перед вашей ночью Праздник Ну, что с вами, дитя мое? Что с вами? А теперь идите Настоящая чародейка Идите Позвольте мне выбрать время Чародейка Чародейка Скат Ах, Люсиен Люсиен Композитор Жорж Делерю Оператор Эдмон Сешан Производство Сусьете Нувель Патэ Синема Автор сценария Режиссер Морис Казнев Фильм озвучен Студией ИНИС По заказу компании Централ Партнершип Морис Казахстан Морис Казахстан Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Также снимались Паскаль Одре, Малка Рябовска, Мартин Сарсе Автор сценария и режиссер Мурис Казнев Нусинген преподнес Эстера роскошный особняк Но она поклялась себе не предавать свою любовь к Люсьену А Люсьен, кажется, почти достиг цели Герцог де Гранлие уже не отвергает саму возможность брака Но остается собрать около миллиона А Эрера объясняет Люсьену свой дальнейший план Кем временем тайные агенты тоже не сидят на месте Пейрат стал любовником подруги Эстер Благодаря ей он внедряется в стан врага Эрера предупреждают об этой опасности Переодевшись к полицейским Он приходит к Пейрату Якобы от имени министра он приказывает Оставить в покое Люсьена де Рюбампре Будущего зятя герцога де Гранли Корантен разгадывает эту игру Он приходит предложить Люсьену сделку Эта сделка — ловушка Седьмая серия Наконец-то! Это пока не катастрофа Давайте, шевелитесь, черт побери Нет, сюда, идемте Осторожно, на лестнице Все вновили ночная красавица Мы пришли поздравить вас с переездом Что случилось? Изменения в плане баталии Я устрою здесь, в центре диспозиции Наверху в мансарде будет мой командный пункт Я рада, что ты будешь здесь А, Мэри, я бесконечно благодарен, что ты так быстро пришел Я получил твою записку, когда выходил из дворца Я был у короля Там было написано срочно Да-да Прочти сначала вот это, и ты все поймешь Я в большом замешательстве И мне нужен твой дружеский совет Это письмо я получил сегодня утром Мне все это не очень нравится Ты же знаешь Я тоже не люблю анонимные письма, мой дорогой Фредерик Но при всем этом нужно уметь ценить их Так что там с этим Рюбампре Клотильда его любит Безумно Они с женой уговаривают меня дать согласие на этот брак Надо сказать, я всегда был против этой идеи Но потом, когда он выкупил земли своих предков У меня исчезли доводы для отказа И вот в этом письме говорится, что состояние Рюбампре дурного происхождения Понимаю Тебе нужен совет Все просто Проверим Не принимай у себя этого юношу, пока все не выясним Но как же сделать это безогласно Я беру это на себя Ты же не против поверенного Дервилля Ему можно доверять, предупреди его В министерстве у нас есть человек Агент королевской полиции Способный узнать любые секреты Через неделю ты все узнаешь Но повторяю, не принимай у себя Рюбампре, пока все не выяснится Его светлости сейчас нет дома Но госпожа герцогиня принимает Госпожа герцогиня уехала А мадемуазель Клотильда не уверен, что мадемуазель примет вас в отсутствие госпожи Но здесь же гости Экипаж господина герцога К итальянцам, скорей Осуществи мечту, что так тебя пленило Входи Сейчас 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 его уж нет АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер Добрый вечер Прошу нас извинить Вы видели начало спектакля? Нет, 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 но мы видели другую комедию АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдемте что-нибудь выпьем Нет, мне здесь очень хорошо Нет, нет, нет А вы пройдитесь И постарайтесь привезти кого-нибудь нескучного Вы опять становитесь жестокой Идите, говорю вам Мой дорогой Это от счастья у вас такой потерянный вид? От счастья? Полно, нам все известно И ваши друзья могут вас поздравить Все говорят, что ваша женитьба на Клотильде Де Гранле дело решенное Но еще ничего не решено Уверяю вас Мой дорогой Сделайте милость Пойдемте к мадам де Шампи Ей нужны нескучные люди А у вас самый острый ум И самое приятное лицо Во всем городе Все так говорят Будь уверенны, сударь Мадам де Шампи Смотрите, кого я нашел Господин де Рюбампре Мадам Господин де Нусинген меня просил Оставьте нас Ну, мадам Идите, идите Я видела в зале финансистов Сейчас они в фойе У вас есть время заключить пару сделок Тогда я вас оставлю Что с тобой, Люсьен? Ты так бледен? Все пропало Мне отказали от дома Де Гранле Они были там, я знаю Неужели? Свадьбы не будет Против меня что-то затевается Но я не знаю, что Это не конец цвета, любовь моя Ты заключишь более блестящий брак Более выгодный Но позже К тому же я всегда буду рядом Ведь так? Прошу тебя, сейчас не время Вот что Устрой сегодня вечером ужин Мне нужно поговорить с Аррера А главное Пригласи этого мнимого англичанина С мадам Дювальнобль Я уверен, то, что случилось со мной сегодня Его рук дело у тебя Мы его схватим Господи Мадам де Серези Серетуре А он видел меня на пороге дома Де Гранли Вы позволяете Люсьену Показываться в ложе Мадемуазель Эстер Нужно было сказать, что это недопустимо Можно у нее ужинать Можно даже По правде неудивительно Что семейство Де Гранли Больше не привечает этого юношу Неужели? Я видел его даже на порог не пустили Эти девицы очень опасны Они его разорят Только не его Они не требуют у него денег Скорее дадут их сами Они все бегают за ним Могу я на пару минут забрать у вас, Ретория, дорогая? Прошу меня извинить Решено Приходи на ужин в полночь Приведи Блонде и Ростиньяка А я займусь твоим англичанином Нужно предупредить Аррера Хорошо Вы даже не хотите покидать эту ложу Это не очень приятно Боитесь, что вас увидят со мной? Я слышала об английской сдержанности, но все же Эстер нам сделала знак Можно хотя бы мне сходить повидать подругу? Госпожа графиня Не понимаю, почему вы здесь? Ваше место напротив Иду туда Я пью за сдержанностью Самую красивую женщину Парижа Мадам Дювальнобль Есть красавица красивее вашей Моя красавица Я пью за мадам де Шампи Моя красавица красивее вашей красавицы Потому что я англичанин А значит, превосхожу вас Это я превосхожу вас Потому что я богаче Постойте, постойте, постойте Нужно разрешить этот спор Я предлагаю дуэль Да, дуэль на шампанском Готовы ли вы, господа, к этому сражению? Англия никогда не проигрывала войны Войны всегда обогащали дом Нуссингена Вот мой ответ Прекрасно Вы заброшены Итак, я оглашу правила битвы По очереди Смотря друг к другу в глаза Стоя Вы будете выпивать полный бокал шампанского И вам будут подносить новое Вы считаете это справедливым? Да, да Да здравствуй, Сюзанна Да здравствуй, Эстер Сомеле, подготовьте оружие Победит тот Кто дольше устоит на ногах Нельзя даже опираться о стол А дама победителя Эстер или Сюзанна Будет объявлена самой красивой Сюзанна Эстер Принесите боеприпасы Да, вперед Вот и вино Итак Кто начнет? Господин англичанин Стреляйте первым За прекрасные глаза Сюзанны За плечи Эстер За ее губы За ее талию За ее ступни Самые стройные ножки За нежность ее кожи Ну же, ну же, господа Быстрее обменивайтесь ударами Вперед Я пью Я пью За что? За что? Пью За двух теплых голубок в ее корсаже Я пью Сейчас узнаем За то, что мне пока не знакомо Он дотронулся до стола Он дотронулся до стола Он проиграл Я пью Ну же, пейте Пейте Вот так, друзья Мы отомстили за поражение При Ватерлоу Завтра на бирже Акции пойдут вверх Слава победителю Да здравствует наша Эстер Браво Браво Это, наверное, наш человек Войдите Господин де Сент-Эстеф Прибыл, господин герцог Просите его сюда Господин герцог Сударь Представляю вам Господина Дарвилля Нашего поверенного Я ему полностью доверяю Неизвестна репутация Господина Дарвилля Садитесь, господа Благодарю вас, сударь Что пришли так быстро Чем я могу быть полезен Господину герцогу? Наш друг Дарвилля Уже в курсе дела А вы постараетесь понять Что в нем особенного Постарайтесь Нет Нет, маман Вы не можете требовать этого от меня Вы не можете Полно, полно, дорогая Почему ты все так драматизируешь? Почему? Потому что я люблю его Слышите? Люблю Ах, маман Меня никто не понимает Даже вы Я не хочу мешать тебе его любить Дитя мое Но лишь из-за любви к тебе Твой отец действует таким образом Если я правильно понял Нужно узнать Могли ли сестра и зять Господина Дарвилампре Дать ему миллион двести тысяч франков Совершенно верно Если угодно, судори Мы сегодня же отправимся В Ангулем Под видом двух путешественников На дилижансе до Бордо Не более чем через четыре дня Господин герцог Получит нужные ему сведения Господа Я пока не благодарю вас Господин герцог Ну что, папаша Пейрат Шампанское в голову ударило Где я? Слушай меня Сразу протрезвеешь Ты же любишь свою дочку, не правда ли? Моя девочка Возьми себя в руки Тебе понадобятся крепкие нервы Твоя дочь Лидия, так? И что? А то, что мы ее забрали Пока ты изображал англичанина Мы занялись с твоей малышкой Она в надежном месте И ты ее больше не увидишь никогда Если только не справишь то зло, что причинил Какое зло? Вчера Люсиену де Рюбампре Отказали в приеме у герцога де Гранлье Это ты или кто-то из твоих приспешников Этого добился? Слушай меня хорошенько Ты получишь своей дочери живой и невредимой Только после того, как Люсиен де Рюбампре Выйдет из церкви святого Фомы Аковинского Мужем Клотильды де Гранлье Ты понял? Если через 10 дней Люсиена не будут принимать в особняке, как раньше Ты умрешь Но перед этим узнаешь Что твоя дочь стала последней проституткой Ты меня понял? Твоя дочь шлюха Вот так-то У тебя 10 дней 10 дней и никому ни слова С этой минуты за тобой будет ходить смерть А за твоей дочерью распутство Лидия Моя девочка Исчезла Она не вернулась Не понимаю, как все вышло Я же была с ней Корантен Корантен Нужно его найти Но, господин де Пейрат Ты здесь, слава богу Ах, мой друг Мне уже не до предосторожности Дело серьезное Мы попались Нужно уступить Вернуть все на свои места Они сильнее нас, скорее Нужно действовать быстро Карантен должен все уладить Карантен? Нужно его найти Нет времени Когда-нибудь мы отыграемся Но сейчас Но карантен уехал Сегодня утром Уехал? Надолго? На неделю? Куда? Я не знаю С недели Господи Наконец-то Вы меня звали? События развиваются стремительно Это вопрос дней Может, часов Перейдем к делу Но Синген уже созрел Я знаю Он выписал тебе дарственную И прочие документы На этот дом Мне все это нужно И поскорее Ясно? Дурак уже истомился Ты его достаточно разогрела Он может лопнуть От нетерпения За работу Ты утолишь его жажду Дорогая И не будем больше об этом Но помни Сначала бумаги под подушку Иначе ты с ним не ляжешь Ты знаешь порядок Я уверен Теперь иди побыстрее Мы не можем ждать вечность Ну что? Ничего Пока ничего Задействована вся сеть Они ищут повсюду Осталось два дня А карантин сегодня возвращается Бедная моя девочка Да? Господин Доростиньяк Итак, мой друг Я с грустью выполняю данные мне поручения Мой брак окончательно расстроился Нет никаких надежд И чтоб Нагитва и не было в особняке де Гранье Я как раз оттуда Передаю тебе слова герцога Клотильда уедет в Италию С Мадлен де Шулье Бедняжка в отчаянии За ней нужно следить Ради тебя она готова на любые безумства Клотильда де Гранье Полно Это не трагедия Есть другие знатные девушки И мадам Досерези Мадам Досерези порвала со мной Возможно, ненадолго Взгляни на меня, Ростиньяк Что ты видишь? Боже мой, то же, что всякий Самого красивого молодого человека в Париже Мертвеца 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 Добрый вечер, господин Депейрат. Но я ничего не заказывал. Десять дней истекают через час. 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 Он мертв. Отравлен. Десять дней истекают через час. Теперь мы с вами один на один. Дон Карлос. Десять дней истекают через час. Раз истекают через час. Одна. Десять дней истекают через час. Истекают через час. Десять дней истекают через час. Десять дней истекают через час. Говорят, которое нестекают через час. В самоубийстве тот не кончает с собой. Конечно. Это всем известно. Я слышу, но Синген уже прибыл. Иди скорее, моя душенька. Не забудь. И будь очень красивой завтра вечером. А я обеспечу тебе спокойную старость. Я же говорю, мадам сама просила меня приехать. Спросите, угодно ли меня принять. Не знаю. Сейчас я вас доложу. В чем дело? Как, мой дорогой, вы здесь и не бросаетесь к моим ногам? Неужели вы разлюбили меня? Я не верю. Нет, нет. Вам нет оправдания. Я вас ждала с нетерпением. Да. А вы любезничаете с моей горничной. Нет, Эстер, это не правда. Да нет. Тогда идемте. Идемте. Если вы еще хоть чуть-чуть меня любите, прошу ко мне в будуар. Там уютнее, чем в этой огромной гостиной. А как вы прекрасны. Проходите сюда. Здесь будет удобно. Вот так. Сюда. Будем наедине и в покое. Вот. Устраивайтесь. Дайте-ка это мне. Вот так. Подушку. Благодарю. Располагайтесь. Вам хорошо? Ой, стой, Эстер. Как будто мне открылись врата рая. Мой бедный Фредерик. Я тебя измучила, не правда ли? Ты был так благороден. Так терпелив. Так щедр. Теперь я люблю тебя. Я это поняла. И я тебя вознагражу. Эстер, я не прошу. Молчи. Я знаю, что ты скажешь. Но теперь ты мне нравишься. Это правда. Не знаю, как это вышло. Но мне больше ничего от тебя не нужно. После всего, что ты мне. Выскочь медал. Нет, нет, нет. Я вам еще ничего не отдал. Ничего нет. Нет, нет, нет. Я лишь принес вам то, что вы просили. Вашу ренту и документы на право собственности. Да, да. Ты так мил. Ты видишь, какой ты милый. Но не подумай, что именно из-за этого я тоже с тобой мила. Ты делаешь меня счастливым. Вот видишь, это случилось. Разве не стоило немного подождать? Ну же, покажи мне мой подарок, раз ты его принес. Все. Держи, моя козочка. Моя маленькая жена. Вот. Будь спокойна до конца своих дней. Это мне. 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 Отлично, не правда ли? Все, что у меня есть, твое. О, благодарю, мой Фредерик. Спасибо, спасибо, спасибо. Рента. Это из трех или из пяти процентов? Из пяти, моя дорогая. Из пяти? Но это слишком, это чересчур. Пять процентов. Это надежно. Как тебе такое? Как? Пять процентов? Пять процентов. Благодарю, мой Фредерик. Я хочу еще кое-что попросить. Это не для себя. Говори. Чего же ты хочешь? Это принесет нам счастье. Тебе и мне. Еще пятьдесят тысяч франков для мадам Дюваль Нобль. Это ведь отчасти из-за разорения Фалекса мы здесь. Тебе это не кажется справедливым? Тое сердце так же прекрасно, как все остальное. Я это сделаю. Хорошо. Ну вот. Теперь все улажено. А завтра вечером? Завтра вечером. Я дам вам все, что я для вас сберегла. Да? Мадам, пришел посыльный. Зачем? Он принес вам письмо. С набережной Малаке. Простите. У меня письмо от Жермена, Малакея, господина Дерюбампре. Я должен отдать его лично, мадам. Это я, давайте. Что там? Все, кто хочет покончить с собой. Скажи ему, чтобы скорее спускался. Быстрее. Играет... 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 Играет тю grапов. Играет тюрька. Ты не говорила, что здесь кто-то есть Все хорошо, спасибо Можете быть свободны Что ж, отлично Иди и займись своим сейфом Итак, все верно, в доме кто-то есть И судя по описанию, это может быть ваш испанец Он не больше испанец, чем священник Если я прав Это ловушка Письмо фальшивка Этот посыльный шпион Господин Денусинген Как поживаете, как Эстер? Я не видел ее весь день, но думаю, что хорошо Здравствуйте, растенияк Господин барон Барон очарователен О, дорогой друг Добрый вечер После вас Гости уже собрались Нужно все успеть Шевелитесь, шевелитесь Все Осторожней с винами И стол еще не накрыт Ничего не готово Нужно все исправить Нужно все исправить Приведите все в порядок Живей, живей Шевелитесь Это очень важно Дамы и господа Надеюсь, вам здесь весело Что это вы здесь делаете? Мне нужно видеть Эстер Исключено Спасибо Теперь ступай Оставь нас Ты слишком красива Не может быть, чтобы ты А не у тебя Давай Давай Эстер Ты же не будешь Теперь иди И думай обо мне иногда Сделай то, о чем я тебя попросила Постарайся повезти его сюда Незаметно Дорогая Все хорошо, уверяю тебе Очень хорошо Иди Продолжение следует... Спасибо Любовь моя Нет, Люсьен Не трогай меня Что с тобой? Ты никогда не была более красивой и желанной Более... Замолчи Замолчи, любовь моя Дай мне на тебя посмотреть Дорогая Когда я тебя вижу Когда ты со мной Когда я совсем рядом с тобой Я схожу с ума Лишь ты одна мне нужна Только ты Навсегда Навсегда Ты меня любишь Ты меня любишь Послушай Послушай Послушай, любовь моя Мне нужно тебя поблагодарить Да Поблагодарить Я не знала, кто я Да ты дал мне жизнь Я заново родилась в тот день, когда полюбила тебя Спасибо, любовь моя Спасибо, я навсегда тебе обязана Спасибо Прошу, не говори так Иначе я становлюсь еще более трусливым и жалким Прошу тебя Я люблю тебя Люблю Люблю Только тебя Я знаю Всегда знала Знала, что всегда буду в твоем сердце Уедем, Эстер Уедем вдвоем Уедем сейчас же Скорее уедем, неважно куда Навсегда Хочешь? Ты ребенок Но Молчи Посмотри на меня, дорогой Посмотри, как и я на тебя смотрю А теперь Поцелуй меня И всегда помни наш поцелуй Здесь И И Здесь И И И И И И Иди, иди скорее. И умоляю, покинь этот дом, не оставайся на празднестве. Потому что там уже буду не я. Прощай, любовь моя. Прощай. 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 Эстер! Эстер! Мёвла! Вот и я! Что же вы? Вы не узнаёте меня? Эстер мертва! Да здравствует скат! Дорогой, в вашу руку! А теперь, кто меня любит, прошу за мной! Вау! Праздник начинается сейчас или никогда! Господин барон влюблён! Господа, играем! Сколько? 35 и эти лошадки! Господа, играем! Два последних каре! Два последних каре! По 10 луидоров! Они сыграли! Господа, играем! Делайте ставки, господа! Первая шестёрка, один! Первая шестёрка, один! Господа, делайте ставки! На чёрное! Ставка на чёрное! Вы играете нечётное! 13! 13! Нечётное! Ставки сделаны! Подожди! Извините, господа, этот шарик не считается! Ещё нужно играть! Ставки сделаны, ставок больше нет! Ставок больше нет, господа! Двадцать один! Двадцать один! Вышло красное, нечётное, платим сполна! Один, шесть, один и каре! Ставка на чёрное! Выплачена! Хорошо! Ставка в тысячу луидоров! Пятьдесят! Десять! Две тысячи! Три тысячи! Пять тысячи! Играем, господа! Делайте ваши ставки, ставок больше нет! Двадцать девять! Платим вдвойне за двадцать девять! Господа, шарик в игре! Играем, господа! Играем! Гребен... Два�� минута... Играем! О, да? Гребен! Гребен, граем! Гребен? Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Я оставлю тебя здесь! Субтитры делал DimaTorzok Они поедут этой дорогой Останови их! Я потихоньку предупредил Платильду Она готова тебя выслушать Как мне тебя благодарить? Это твой последний шанс с ней Постарайся быть настоящим, неотразимым Люсьеном Удачи! КОНЕЦ КОНЕЦ